Чё припёрлись? Ну ебло бы ему бы за эти все моменты, я бы набил бы. Давайте поприветствуем нашего гостя Василия Маврина. Привет, друзья мои, это Егоров. Подпишись на мой телеграм-канал, потому что все новости, тексты, видео выходят там намного быстрее. Последние пару-тройку дней на моём канале вы только и слышите о Васе Маврине. Да, это тот самый человек, которого сначала завалило, потом повязало, потом отправило в участок, и потом два дня держало в тюрьме полиция города Новосибирска. И который, как оказалось, не виновен по решению суда. Также Вася Маврин это лучший игрок последних матчей Амкала. Официально в обзорах у Сипскана об этом тысячу раз сказано. Но вы и сами это видите, потому что возит он не только блогеров, но и даже игроков второй и первой лиги. Отсюда возникает вопрос, а кто ты вообще такой, Вася Маврин? Почему ты выпендриваешься на стюардов и полицейских иногда? По чуть-чуть, в рамках закона, как выясняется. И почему ты так хорошо играешь, но до сих пор не в российской премьер-лиге? Точнее, уже не в российской премьер-лиге, потому что тебе 32. Ответы на эти вопросы дает сам Вася, потому что давным-давно уже мы с ним записали большое интервью, когда ехали в поезде. И Вася рассказал о своем детстве, о своем отце, о том, почему он начал играть в футбол, и даже был в сборной, но так не оказался в российской премьер-лиге. Ну, сборной условно, Вася объяснит. В общем, смотрим интервью Васи. Он обо всем расскажет. И до детства у него было тяжелым. Ну, и да, сразу скажу, во второй части, потому что у меня и будет вторая часть, уже поговорим об Амкале, об Иваныче, об игроках, кто ему нравится, кто нет, как он вообще приходил в Амкал, и обо всем остальном. Футбол – это хобби. Ты играть можешь в футбол профессионально 10 лет, ну, оптимально, грубо говоря, ну, край. Ну, хорошо, 15 лет. А потом что? Ничего. Вот именно. И вот потом начинается, я алкаш, я курьер, я еще что-то. Вот я, чтобы избежать этого момента, когда мне было 17 лет, я когда понимал, что шансов не того, что я плохо играю, а из-за того, что у меня нет выходов на то, чтобы куда-то пойти, прям, ну, реально хорошо, я такой, окей, я буду идти в тренерском направлении, тренера до профессии. А это вообще откуда? Город Ленинск-Кузнецкий. Это город, в котором Леша Смертин, в котором Саша Головин вышли в большую футбол. А ты с какими лет занимался вообще как там? У кого? Шестин. Почему? Слушай. Почему пошел вообще в футбол? Потому что денег не было ни на что больше. Так бы ты пошел в хоккей? Ну, я бы так бы пошел, наверное, куда-то, куда была возможность хоккей, с шариком я играл. Но денег не было на какой-то инвентарь, у нас была, у меня одна мама была, вот, и тетя отца, который потом умер. Вот, вынес всю квартиру. Ты родился и, типа, ну, ты отца помнишь? Слушай, очень, очень, очень... Очень, очень, очень мало, очень мало я его помню. И помню, знаешь, больше по тому, как мы убегали из дома. С мамой? Ну, и с братом. Вот я поэтому помню, потому что мы... Потому что, типа, он драться или с шестой? Ну, он, ну да, он бухал, он всю квартиру вынес полностью, общий сыр, короче. Типа продал все. Да, мы уезжали, там, к деду, к маминому отцу. А он, типа, выносил на алкоголь, на все, или нет? Да, 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 да. Вот. Вот и я, я, то есть, не помню, ну, как бы... У меня вот такие вот, да, когда, грубо говоря, ты прячешься дома, и, там, стук в дверь, к примеру, и ты сидишь, прячешься. Вместе с мамой, там, и с братом, с маленьким. Просто он не дожил до времени, когда мы стали большими. Чувствую. Вот, соль в том, что самый дешевый вид спорта был футбол. Ну, то есть, тебе ничего не надо было, грубо говоря. Вот, если ты прям бедно жил, иногда жрать нечего было. Жрать было нечего вообще. Мы жили на картошку, на ведро картошки в неделю, и на какие-то три копейки денег. Так, у меня вообще нет свободного... Ну, просто вообще нет свободного времени. Телегу пост сделай, на YouTube ролик запиши, смонтируй, выложи. А есть-то хочется. И Настюха весь день на работе. Но мне везет, потому что мне в любой момент могут накрыть еду, как в ресторане. Везет, в смысле, еду везет. Футбэн. Погнали. Приготовит и доставит еду круглосуточно. Реально, все есть. Вот, кстати, если по спорту вдаваться. Вот это любимая еда Усейна Болта, самого быстрого человека в мире, который вроде бы должен сидеть на диете, но нет, он ест крылышки и побеждает. Ну, а это для Криштиана Ранавду. Море продукты и полностью здоровое питание. Ну, и, конечно, пицца. Это лучшая еда после любого футбольного матча и после нагрузки. И пепперони. Ну, это же не просто красота с руколой. Есть и все. И я съем тоже все. Ну, и самое главное, футбэн – это доставка еды круглосуточно и по всей Москве. Это очень важно, потому что, ну, вот сидите вы дома, или я сижу и смотрю эту Лигу Чемпионов до поздней ночи. И тут, ой, распоряживался, хочется поесть. Сразу же привозят. А почему сразу же? Потому что кухни расположены по всей Москве, возможно, даже рядом с вашим домом. Вы, может быть, даже и курьера знаете, друзья мои. Поэтому наслаждайтесь выбором. Ведь футбенд, ну, правда, есть все. Это и классическая пицца пепперони, и специальное меню от шефа. Можно устроить такую приятную итальянскую романтику. Ну, и, конечно, не забывайте, если с девчонкой вечером сели, то он как раз вот этот, поки с морепродуктами, идеальный, вряд ли, чтобы провести время. Но и не забывайте, что в лог и другая азиатская кухня, футбенд, тоже есть. Повторю, футбенд есть. Все. Ну, сладкое я сейчас по вечерам стараюсь не есть. Но если вы хотите десертик, то в меню футбенда, конечно же, он присутствует. Кстати, к чему я вообще клоню? Да к тому, что сейчас действует скидка до 25% вообще на все меню. Как ее получить? Проще простого. Проходите по ссылке в описании или скачивайте приложение футбенд, вводите русскими буквами промокод ЕДИМСПОРТ и получайте скидку на прекрасную еду. Приятного вам аппетита. Я заговорился и буду есть. Пока. А вам этим работало? Мама работала вообще поваром у меня. Она работала на КСК. Это типа, ну, пряжу делали они. Потом завод закрылся. Нахер никому не нужен был. Мать пошла там поваром. Потом нахер тоже никому не надо. За год 3 тысячи. Да. Потом дворником она работала. И, соответственно, когда я стал побольше, я перед своей работой, шел, допустим, зима, я шел чистить снег, чистил снег, чтобы ей помочь, и ехал на свою работу. А ты еще работал, когда маленький был совсем? Нет, ну, это уже постарше, если бы он был. А когда маленький, ну, собственно, мать нас тянула. А отец не работал вообще? А мне пока скинул. Нет. Слушай, я не понимаю, что... А тебе было лет 5-6, когда он ушел? Нет, когда он умер. А думаю, там уже сознатель более... Слушай, лет, наверное, я думаю, 9 мне уже было. Так, если ты его, в принципе, особо так не запомнил? Ну, очень плохо. Как папа у тебя такого нет вообще? Нет, вообще ноль, ноль вообще. То есть, типа монстр, который приходил? Которому ебло бы набить. Сейчас? Абсолютно. Я говорю, не дай бог... Ну, конечно, так нельзя говорить, вот, я, конечно, возможно, не прав, но ебло бы ему бы за эти все моменты, я бы набил бы. Вот. Будь я постарше, а не 8-9 лет, когда бы я был. Поэтому у тебя непереносимость и полканьки? Как ты думаешь? Нет. Ну, вот у меня брат, допустим, вообще ему 27 лет сейчас, но я думаю, что, может, из-за этого, он вообще, вообще ничего не употребляет. Ну, слушай... И, типа, может, он тоже насмотрелся и поэтому вообще не употребляет? Ну, нет, у меня нету... У меня просто нету тяги к этому. Ну, то есть, я попробовал, и мне не понравилось. Ну, ты же должен был, и, в принципе, если ты там рос и жил, то, скорее всего, типа, ну, там же все бухают. Типа, ты должен был там лет 13-14 попробовать бифло, там, сишки, там, или еще какую-нибудь хуйню. Да, 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 да. Я попробовал все, и меня не зацепило. И, я говорю, у меня последний момент был, то есть, какой-то период времени, мы жили в Нижнем Новгороде, с женой, и вот та компания «Ангел Болфан», на которой я работал, это моя семья. И они меня, в общем, воспитали. Я с ними, там, ездил, вот, там, туда-туда-туда-туда-то, вот, в общем, как моя семья вторая. И им, какой-то момент, они, там, поехали к шаману какому-то. Не знаю, почему, и я, как-то, типа, попался им на пути, они говорят, типа, поедешь тоже? Я говорю, ну, поехали, съездим, что нет? И мы заходим к шаману. И он тебя закодировал? Нет. И вот, мы, представь, мне, там, 13 лет. Мы заходим, и он такой, чё приперлись? Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Мы такие охренели. Ну, знаешь, когда ты едешь к человеку, там, причём, едем часа два, вот, и он такой встречает, чё приперлись? Ну, они что-то там говорят. А ты ему не сказал, блядь, ты шаман, ты должен знать, зачем мы так приперлись. Вот. И он, короче, и он, такой на меня смотрит, в какой-то момент, и говорит всем, ну, по сути, моей маме, грубо говоря, да, там, второй маме, и отцу ты бухаешь, ты пьёшь вино под подушкой. Кому говорит? Мне говорит. И я говорю, нет, не пью. Ты врёшь, ты пьёшь вино. Вот так он мне говорит. Я просто, представьте, на меня такие все, чё, бухает? Вот. И я вино, я попробовал два года назад, вот мне 32 будет в этом году, два года назад, во Флоренции, и я думал, что вот я сейчас попробую это вино, и ну, как бы, и это будет, возможно, мой напиток. Там и шаман посоветовал. Да, да. И я такой, мы наливаем, я голодочек делаю, и понимаю, что... не хватает подушки. Вот если бы ты под подушкой, я же ебанол. Вот. И я такой, ну, нет, значит, алкоголь, ну, сильно не моё. Вот и всё. И поэтому я, как поэтому не пью, потому что не заходит. То есть, такого, что ты там выпил, и пошёл кому-то ебальники сразу крошить? Такого нет? Я вообще, если я выпил, я ещё добрее становлюсь. Есть, знаешь, категории людей, которые звереют, а я добрею. То есть, если я там, когда коньяк там, или что-то, виски пил, пошёл всё, играть в футбол. Так. У себя в Ленинск-Кузнецком. Так. И сразу, типа, ты понял, что это твое? Ты там всех катал, раскатывал, типа в порядке был? Нет, нет, я был просто самый, самый дикий, самый, самый, ну, как бы, видимо, отпечаток всё равно отложился, самый нервный был, самый... Ты тогда тоже уже говорил, типа, я не буду с вами дальше играть, блядь. Пошёл ты нахуй, Егоров! Ну, психовал очень сильно. То есть, ты мог подраться, в принципе? Я мог, да. Да. Ну, представь, я беспризорник, по сути, ну, как бы, мать работает, ну, там, допустим, школа самостоятельно, идёшь, уроки самостоятельно все делаешь. Я какой-то период времени в школу вообще забил и не ходил. Я ходил на две тренировки. На утреннюю тренировку я ходил на вратарскую, а вечернюю я играл, ну, полевой играл. Ну, пока мне лавку не прикрыли и сказали, либо ты на тренировки не будешь ходить. Потому что, либо ты вратарь, либо ты плеваешь. Нет, потому что, вот, у тех, да, ну, а ты просто почувствовал призвание, тебе прям очень хотелось туда-туда на футбик ходить. Ну, то есть, я очень увлекающийся человек. Это то же самое, как с хоккей-шайбой. Вот, какой-то период времени я просто захотел, ну, я играл хоккей-шайбой, шариком, а какой-то период времени я просто забил на футбол, знаешь, почему? Потому что, не забивал. Нет, тренировка футбольная была в одно время с покемонами. Я не знаю, вы просто были фанатами от его мультика или нет. Вот. И... Кто у тебя любимый покемон? Ну, Пикачо, ёбаный. Ну, пси... Фай, фай, яй, мне знаете, кто нравился кто-то всегда. Этот, блин, я не помню, как его звали, но он, короче, выглядел как боксер. У него были боксерские перчатки, он был такой серый. Я забыл, как его зовут. Я, короче, не ходил на футбольные тренировки, потому что они были в одно время с... Раньше, телек же как, не было интернета. Эти люди не поймут. Ну, многие... Да-да, нельзя, короче, было в то время посмотреть передачу в другое время. Вот если покемоны идут, блядь, в пол первого, то ху-то их похоже. Либо смотришь телевизор, либо идешь нахер, реально. И потом ты как конченный в школу приходишь, и все в курсе, что Эш увидел Рой Бедрил, а ты нет, как бы, и это важно. И поэтому я просто забил на одно время на тренировке по футболу. Не, слушай, я, слава богу, в детстве насмотрелся мультиков, я наигрался в приставку, у нас был клуб, типа компьютерного, да, только там были Sega, и был Mortal Kombat, и был чувак, который был, знаешь, вот этот с конспектами, который раньше нельзя было же скачать, и у него все ходы записаны были, комбо всякие там. До сих пор помню Fatality у Sub-Zero, B, B, Y, B, Y, в притык делается, в бороде чувака. Вот, 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 и, короче, я наигрался в всякие там FIFA, ну вот эти 97, особенно Минька была, просто легендарная. Не, Минька топовая, 97-й. Ты играешь там, в саму FIFA просто с фланга бьешь, с боковой, блядь, и залетает, это хуйня. А в Миньку, а в Миньку с бортами, с деревянными, вот это был топ, потому что она была не такая. Вот, и я, потом Дюна, потом The Battle for Arachis. И все, и ты, типа, не ходил на футбик. Я не ходил на футбик, вот, просто не ходил, потому что смотрел. Вот, потом в какой-то период времени появилась еще музыка. Ну, то есть я такой, я хочу научиться играть на гитаре. Я хочу научиться играть на гитаре. Денег нету. Купил какую-то, типа, гитару, ну это уже более в старшем возрасте, конечно. Вот, говногитару, на которой учиться нельзя вообще. Если вы хотите научиться на гитаре, возьмите сразу человеческую гитару. Но на самом деле альтернатив не было. И чем еще повезло, в детстве, дворовой футбол очень сильно был развит тогда. То есть это тот период времени... Когда ты выходишь на уху, и всегда можно порубиться. Да, да, да. То есть после этого, я уже, знаешь, это все как будто вышло из мозга. Это стало не круто. Вот, а вот, я так понимаю, вот там 89-й мой год, там 88-й, 87-й. Это те годы, когда люди такие на улице офигенно, давайте играем там. У нас еще всякие таджики заехали, узбеки заехали, всякие арбузы, эти, сдыги. И они приходят, и мы такие, ну на что играем? Все, там на арбузы. И за рубы пошли. Тебе там 12 лет, там эти таджикам 35, и ты такой несешься с ними. Прям школа вообще. Да, топ, топ. Офигенно. Я сейчас про арбузы рассказал, я вспоминаю, как в Дзержинске... Ты, ну, я вышел из кадра. Я вспоминаю, как в Дзержинске у нас стояла газель с арбузами, она стояла. У нас просто работал, ну там, азербайджанец, по-моему, который на рынке работал. И в один день к моей бабушке пришли ребята, а у меня бабушка 53 года в школе отработала. И к ней пришли ученики, и говорили, фэнсиоген, это вот вы нам арбуз принесли. Вот, она такая, о, спасибо, спасибо. Алилус Пизер. Я, короче, блядь, такой, ничосики, молодцы. Потом, короче, я увидел, что газель сожгли нахуй. Походу они разворовали арбузы, сожгли, и мои бабушки один арбуз ты и принесли оттуда. А мы, ну, не знали, как бы, уже его съели 300 раз, как бы, и только потом увидели эту серию, и я такой, а, ой. То есть, Дзержинск, Межгородская область. Я иногда, возвращаясь вот к этому, вот этой атмосфере все, я пересматриваю сериал 80-й. Это мой один из любимых сериалов с русским. Потому что романтика. Есть тест какой? Да, есть вот то поколение, я кайфовал, то есть ты назначаешь встречу, говоришь, с девочкой, да, говоришь, давай в 7 часов, вот там встречаемся. И ты, ну, как бы, не можешь не прийти, потому что телефонов тогда еще сотовых нету. Вот это было круто. По домашнему звонили все. Да, а у меня не было домашнего. Женек, выйдешь гулять? Нет, а скинь мяч хотя бы, пожалуйста, потому что у меня у одного был мяч. Тогда сука никто не опаздывал, почти. Нет, это было прикольно, вот это время офигенное, вот этот переходный. Нет, все просто группой заходили друг за другом по домам. Туда зашли, сюда зашли. Идешь, ну, и ты слышишь там, сидишь в комнате и такой, Женек! И ты, как на балкон вышел, они такие, пойдем в 50-е играть в футбол. 50-е это в Дзержинске дворы, так назывались. То есть у нас был какой-то, блядь, 50-й, 26-й дом там и так далее. Ну, короче, дворы. И вот у нас еще были великие зарубы. В Дзержинске была улица Октябрьская против Попова. Попова была через железную дорогу, а значит наш злейший врат почему-то по дефолту, блядь. А стрелки? Нет? Нет. Стрелки вообще пиздец. Это когда, типа, ты идешь в другой район играть, и если, типа, играете на люлеечке. Так нет, у нас были драки просто район на район, типа. Вот, вот, вот эта классика тоже. Это, к сожалению, все перетекло из 90-х, когда в Дзержинске ты мог идти по улице. Ну, благо, я-то не застал это, и мне все-таки, блядь, в конце 90-х мне было 7. Тем не менее, да, как бы, было время, когда если ты идешь по улице, к тебе подходят люди и говорят, типа, С какого района, они говорят, ты говоришь, с Октябрь, сказать, а мы с Маяковки, и убили его нахуй. То есть не просто били, а прям убили. Ну и, короче, ты продолжил играть в футбол, ты опять вернулся в секцию свою. В какой-то период времени мы начали кататься, выезжать, создалась сборная клубов России. Типа финансирование было у вас же? Ну, это люди, которые хотели сделать на нас бабки. Собрали склад людей, это были из Сибири люди, из Украины были. А как тебя подобрали? Слушай, ну, каким-то образом, вот тренер, который моя семья, вот они обращались в кругах, и тем самым была возможность, ну, там, помимо того, что мы выезжали здесь локально. В смысле семья? Ну, мой тренер, которым я занимался, ну, они стали моей второй семьей. Это как? Ну, допустим, есть было нечего, я приходил к ним в гости. К тренеру? Ну, тренер, ну, его жена и брат, брат, говорю, и их сын. Вот, сын 83-го года рождения, ну, как бы старший мне брат был, образно, да, говоря. Вот, они меня как бы взяли под крыло. Вот, и в целом воспитали меня, ну, потому что я, ну, очень много времени провел с ними. И вплоть до, вот, я работал там, 17 лет, я работал тренером в компании Ангелбол. Это та компания, которая, да, вот, ну, грубо говоря, это моя семья. И в какой-то период времени, сейчас отмеченное, когда там начался карантин и была полная жопа, эта семья, к сожалению, меня не сильно поддержала. Вот, ну, и вот так мы разошлись, и тем самым я оказался в Ангелбе. Я бы так не оказался в Ангелбе. Вот, и мы, у нас была возможность, как бы, выезжать куда-то. Создался сквад людей, допустим, вот, Саня Ерохин, там, из Барнаула, там, Саня Ерохин из Барнаульски. Там, три человека, четыре. То есть, вас по одному человеку, блядь, из Сибири выцепляли? Ну, нет. Тебя там, условно, и... Ну, допустим, из Сибири нас, там, три-четыре человека, там, весь Ленинский. То есть, ты настолько крутой был тогда? Ну, я был неплохой, я быстрый нападающий был. Маленький, быстрый. То есть, ты всех обыгрывал там, у себя? Я бежал, обыгрывал, ну, не всех, но, да, у меня, как бы, уличная школа, она очень хорошая. Ну, уже не всех, но ничтожеств. Да. Ничтожеств я обыгрывал. Вот, и мы ездить начали по турнирам, то есть, нас создали там, типа, команду. А кто там еще, Ерохин из Барнаула, да, такой? Саня был, да, Ерохин. А кто еще известный? Слушай, ну, из того сквада, наверное, только Саня. Саня, который... А он, правда, в порядке был? Сильные тела могли или не особо? Слушай, нет, на тот период времени не особо был. Вот, ну, то есть, у него манера другая была. Он, да, был более высокий, более такой, тягучевательный. Ну, примерно то, что сейчас. Он тогда был чуть побыстрее. Сейчас, ну, такой, прям, тягучий-тягучий. Вот. И нас катали по турнирам по всем нашу вот эту банду. Мы там приезжали, там, в Донецке, там. Был прикол, когда мне делали паспорт. То есть, вы, чтобы вы понимали, по поводу того, замазывали раньше или нет. У меня был паспорт на год младше. Мне сделали в Москве паспорт, чтобы я мог по 90-му году. Ну, что, у меня день рождения 6-го ноября 89-го. Ну, то есть, грубо говоря, 2 месяца. Ну, да. Ты пасный был. Да. Мне сделали 6-е января 90-го года. А сейчас у тебя такой же? Нет. Я этим паспортом воспользовался один раз. Мы поехали на турнир в Минск и Польшу. В Польшу я не поехал, потому что за гранд-паспортом не получилось. В Минск приезжаю на турнир. Когда ребята были в Польше, мы ездили в Волгу, Нижний... Блин, я вообще полетел вот так. Мы ездили в Волгу, Нижний Новгород. Тогда я попал первый раз в Нижний. Я ел от Нижнего Новгорода. Какая это была дыра. Я просто сказал... Тренерской детской? Да. Я просто... Я звонил тренеру своему, я купил телефон Nokia 3310, легендарную. На какие-то деньги собрал. Я звоню, я говорю, здесь просто ужас. А что тебе так там не понравилось, интересно? А, мы жили на полете. Это где Волга базировалась. Это район просто... Да, я знаю. Просто... Это уродский был район. Там бараки. Ну, да. Вокруг стадиона. Это просто трэш. Там просто мужики за бабки в то время катятся. Белорусу это многие ахиллы отрывают в первой же тренировке. И тренер такой... Ну, ничего, ничего, ничего. Не-не-не-не-не-не. Просто убивали. Реально убивали. Вот. После Нижнего... Мы приезжаем в Минск на турнир. А в Польше, короче, мой друг парамсил с тренером. Ну, короче, все это там получилось. Они то ли бухали, то ли что. Именно тренер. И он, ну, слил информацию родителям. Пацан. И они, как бы, ну, типа, начали гнать на тренера. И я приезжаю в Минск. Мы играем с торпедой в первую игру. Выигрываем 7-0. Я там 3 забиваю. По 90-му году это как я пользовался паспортом один раз. И после первой игры тренер говорит, ты мудак на этого, на друга моего. Типа, ты просто полный козел. Типа, больше нахер не будешь играть на турнире. Я вписываю за него. Говорю, нет, ну, если он не будет, ну, и я, значит, тоже не буду. И я больше ни одной игры не играю на этом турнире. Вот. И все, вот так я единственный раз пользовался паспортом 90-го года рождения. Чтобы вы понимали, я играл в нападении. У меня были очень хорошие центральные полузащитники, которые, ну, прям, сильно много давали вперед. То есть я там получал мячей, ну, и там, соответственно, дальше я по классике туда-туда-туда-туда и как... Так почему ты не стал футболистом? Потому что в какой-то период времени, ну, я на самом деле не хочу по здоровью говорить. Какие годы продолжают? Просто, когда я понял систему, ну, то есть, допустим, я там в 13 лет, я был, ну, допустим, сильно в порядке, к примеру, да? И там звонят, локомотив, я живу в Сибири. И говорят, посмотрите, можно приехать, потому что посмотреть мальчика. Тебя хотели отвезти? Да, сильно в порядке, как бы, а локомотив сказал, ну, нахер он не нужен. Вот, ну, соответственно, дальше мы начали кататься по турнирам, нас хотели продать, там, Киев, Донецк, мы ездили по турнирам, нас все хотят. И в какой-то период времени, когда у нас, ну, типа, уже сильно-сильно на продажу, мы взбрыхнули, уехали с отборных клубов России. Мы в этом были в Адлере на сборах, Кирейков тогда был тренером, приехал. Вот, и у нас было два склада. Это, в то время, это волгоградская банда и, вот, ну, грубо говоря, сибирская наша, в основном. Вот, и такие зарубы были на тренировке вообще просто царские. И в какой-то момент, когда, ну, типа, там уже под продажу все, вот это там же, ну, стояли за нами люди, которые хотели на нас бабки сделать, а не вкладывали. Мы взбрыхнули, короче, ну, то есть, тренер нас забрал, мы уехали в Сибирь, я уехал, там, 16-17 лет назад домой. То есть, ну, не живя, там, 4 года, к примеру, вот, уезжаем домой. И я тогда понял, что я, наверное, не особо сильно хочу, ну, я, как бы, я понял систему, что очень сложно, то есть, ты не всегда... Слушай, ну, когда Ерох уезжал в Шериф, он же не был намного сильнее, циркально? Не был намного, да, слушай, я и... И не был сильнее вообще. Ты был сильнее тогда? На тот период, я думаю, что, ну, как бы, мы были разные манеры, понимаешь, сложно сравнить там. Вот ты был более яркий тогда. Ну, и в целом, я думаю, что да. И поэтому, я такой думаю, ну, видимо, шансов немного. Ну, то есть, ты сейчас не считаешь, что ты тогда просрал реальную футбольную карьеру, когда уехал? У меня были и после этого шансы заиграть в премьер-лиге. В премьер-лиге? Да. Мы играли студенческое, я потом в Нижний Новгород опять, когда возвращался, мы какое-то время, типа, в Волге жили, в Волгу, то есть, мы вернулись в Ленинск, потом поехали в Нижний Новгород первый раз, мы в Нижний Новгород поехали первый раз. И попали в дубль Волги. Как это было? Мы просто приехали... А Волга тогда в премьер-лиге играла? Нет, она играла во второй лиге, тогда только начиналась. Мы в дубль Волги обыграли, приехали, типа, своими, там, детьми, вот, и обыграли дубль Волги. И дубль нахер всех выгнали, и нас на их место завели. Вот. В Волге мы года четыре были, потом... Год четыре в дубле? Да, от структуры Волги. Ну, сложная история, я хрен... ну, типа, хронологию могу путать немного, по годам, когда это было уже. И... все, закончилась история с Нижним Новгородом. Все, там, ну, сколько там? Восемнадцать? Наверное, девятнадцать, наверное, уже лет было. Все, и я уезжаю в Ленинск опять. Возвращаемся. А в Волге у тебя не было шансов, там, в первую команду? Нет. Слушай, тогда, по каким-то причинам, я так понимаю, что мы... Нас, на самом деле, очень сильно топили, свои же. Ну, то есть, мы, как бы, приезжие, мы за Волгу играли, и мы были, как бы, типа, за город, все. Но нас в этой же структуре были люди, которые тупо нас топили. Ну, им невыгодно было, что мы такие приехали. Мы зону Урал-Поволжья, с Мордовии, со всей. Мы хлопали вообще просто в одну сторону от Волги. И, ну, как бы, не особо выгодно всем было. Потом, типа, область какая-то была. Потом начался переходный период, когда все начали подбухивать ребята. Такие девочки пошли. Ну, как бы, вот этот, нахер футбол нужен. И все, и все уже вот так вот выходило вниз. Все, и мы такие, ну, все, закончился проект. Уехали в Сибирь, назад в Сибирь. Я работал на шахте. Заебись было? Ну, я работал на спуткомплексе, я не работал внутри в шахте. Вот. Ну, как бы, в шахту, то есть ты там участвуешь в каких-то там спортикиадах, тренируешь детей, садик. У тебя нет в голове, что ты что-то не то тогда сделал? В эти, там, 5-6 лет, чтобы не оказаться в профессиональном футболе? И, слушай, я... Где-то, типа, схалтурил, забил болт. Нет, я был всегда самый трудолюбивый. Ну, то есть, у меня не было денег, да, ребята могли посылать бабки какие-то, у меня их не было. Ну, то есть, мне надо было работать в 5 раз больше, чем всем остальным, чтобы быть на несколько голов хотя бы выше, чтобы у меня был, ну, там, более какой-то шанс. Но когда я понял, что крутость твоя не зависит от... Ну, то есть, ты можешь быть на сколько вообще футболистом, но если тебя некому-то тащить в этот, пиарить, ну, там, грубо говоря, протаскивать, ну, да нахер никому не нужно. То есть, ты понимаешь, что ты, типа, мог играть хорошо, быть талантливее многих чуваков, но, типа, всем было похуй. Да, да, так и было. Потом, когда мы, короче, я потом вернулся в Нижний опять, за студенческую сборную, приехал ребенка тренировать специально в Нижний, так сложилось, и играл в студенческой команде по футболу. И мы играли в какой-то момент игру с Волгой Сосновой. Сыграли 2-0 всего. Первый тайм Сосновой мы 1-0 проиграли, когда она, например, лиги играла. За нас Янбаев стоял в воротах, вот, и тренер был... Янбаев, как его, Абаев. Я бы еще там хуел на секундочку. Абаев, да, Абаев. Вот, стоял в воротах, и был Черешев тренер. Абаев? Локомотив. Он после игры такой говорит, у нас, чтобы ты понимал, мы играли в премьер-лиге, у нас на КФК 2 человека играли, здесь в сборной все, остальные типа область. И он такой после игры, ну, да, ну, Вася, вот, да, ну, охой. Ну, для первой лиги, да, я его вижу, но премьер-ки, типа, ему пока рановато. А тебе сколько было уже? Ну, не помню, сколько мне лет было, ну, там, может, 21, что-то типа такого. Ну, то есть формально был шанс еще там проявить как-то себя и сказать, бля, вот это Васек, да? Ну, на тот период... Ну, то есть, говорили, вот это Васек. Да, ну, типа, первая лига, да, к примеру. Вот. Ну, тем самым несколько шансов было. Вопрос... Но у тебя предложений с первой лиги не было? Я не хотел, на тот период времени я не хотел уже, то есть, я кайфовал, я тренировал ребенка, играл в футбол за студенческую команду, все, кайфовал, ну, там, познакомился со своей женой, ну, на тот период еще девушкой моей. Да, ну, ты не сразу же женой? Нет, нет. Вот. И, то есть, когда я говорю, шансы вам предоставятся в жизни, если вы будете готовы к ним, все сложится, но если вы, вам шанс предоставился и, да, не готов к нему, потом ты будешь вот эти истории рассказывать, как у нас парень из Нижнего тоже. Мы играли в Академии Коноплева, когда она еще была в порядке. Играли против 90-го года их, как с Дзагоева. Против Дзагоева, там, против, там, Рижики, ну, вот эта вся культовка. Вот. И он, мы первую игру с ними играем 3-3. Да, там тогда было вообще убийственно, и они там всех сборников собирали. Вот. И у нас парня после этого турнира, который 3 забил, но который потом всю нашу команду похоронил, забирали туда, в команду забрали. И вот он жил с Дзагоевым какое-то время. И вот эти истории. А ты знаешь, кем я жил там вот 17 лет? Я думаю, блин, ну, как бы, это прикольно все, но всю жизнь ты думаешь, вот это все? И я такой, нет, вот. Я не парился никогда. А как ты в Спарту попал? Вот проект. Очень смешно попал. Я приехал в Европейскую универсию, по студентам. Мы заняли второе место. Вот. И я уже работал тренером на тот период. Мы проводили футбольные лагеря, в том числе там со Спартаком, в нашей компании Ангел Волк, которая была. Вот. И создатель команды Спарта, человек, который предложил идею, он является, ну, на тот период, мы вместе делали футбольные лагеря. И они такие, блин, Вась, типа, давай ты попробуй, залетишь туда. Я говорю, я не хочу. Но мне сказали так, ну, грубо говоря, Вась, мне наметнул, ну, как бы, мой начальник сказал, что если ты не придешь на просмотр, у меня будут проблемы. Потому что они работали вместе. И как бы я такой, ну, блин, если нет вариантов, окей. Ну, я пришел на игру на одну. Я сыграл один тайм и уехал в нижнюю. И потом мне говорят, ну, все нормально, ты, мы тебя берем. Тихонов сказал, что все нормально. И так вот я попал в 30 спартанцев. Пацаны там тренировались, готовились. И я такой, здравствуйте, я на один тайм пришел. Я из первой игры ездил в нижнюю логу. Я не тренировался со Спарты. А, да? Ты, типа, в проекте вообще не тренировался? Я приезжал на игры. И потом такой Тихонов, блин, Вась, я тебе не могу поставить, потому что ты сам не тренируешься. Но тогда я переехал только в Москву. Ну, что, как ты проекте Тихонов? Ну, Тихонов, это на самом деле для него был первый проект такой. Ну, то есть тренерского, но до этого опыта не было. Как, ну, как игрок он, да, величина. Но как тренер, он был только в начале своего пути. Поэтому какие-то там, наверное, моменты были ну, все-таки сложные. Что, например? Ну, допустим, он не мог что-то сам донести, как тренер, и доносил это как игрок. То есть, он, допустим, мы играем там игру какую-то серьезную, и он такой собирал там, грубо говоря, несколько там игроков и спрашивал, ну, что, ребят, ну, там, меня, там, Кэпчика и еще там парня. Спрашивал, ну, что, пацаны, выходить мне нет на поле. Советовал, ну, типа, выйти на поле или нет? Мы такие, да, конечно, Андрей Бабельевич. И он выходил, и какие-то эпизоды решил, как игрок. Вот тогда было действительно то телевидение, когда были рейтинги, когда передача выходила там на часовая, и они смотрели долю просмотра. Вот, ну, то есть, как сейчас, на Ютубе, грубо говоря, там, да, было по телеку это. Интернета тогда не было. То есть, безинтернетные варианты. И вот, был прикольный, вот, движ наподобие вот этого. Только, ну, на телеке. То есть, там, блин, какие-то съемки прикольные, подводки, интервью были, какие-то мероприятия, которые мы выходили. Это было прям реально круто. Ну, представь, тебя показывают по телеку, вот, и тебе там делают сюжеты. Какие-то, типа, тоже челленджи снимали. Ну, тоже, типа, там, я был Роналдо, там, и парень был, там, Месси, к примеру, и мы там батлили, ну, вот, вот это все было круто. А ты до конца дожил проекта? Да, мы же, там, проблема в том, что Мастер-банк сбылся. Но, на самом деле, там в другом сложность. Когда мы вышли во вторую лигу, после того, как взяли кубок, была возможность либо остаться в Щелково за 30 миллионов играть во второй лиге, ну, там, годовой бюджет, либо начался движ по поводу того, чтобы в Сочи тогда и на их базе играть уже во второй лиге там. Ну, соответственно, бюджет увеличился с 30 до, там, И все. И в какой-то момент просто закончилось все. И Тихонов собирал, когда последний раз говорил, там, Вась, я, ну, по одному, там, по два собирал. Мне он так сказал. Вась говорит, я ухожу в Спартак, типа, ну, сорян, я с собой эти дню, типа, взять не смогу. Я говорю, Андрей Валерьевич, я говорю, я... Спартак, да? Да, да. Ну, он же тогда... То есть он прям реально извинился, что в Спартак тебя не может взять? Ну, типа, я никого никуда не могу взять. Вот так было. Я говорю, Андрей Валерьевич, я, как бы, ну, я ничего не жду. Ну, то есть я не ставил, не делал ставку на тот период времени на футбол. Я понял, что я тренер, и я кайфую именно от работы, там, с детьми на тот период.